Вдогонку еще такой небольшой видосик сделаем. Значит, важно понимать, что существует такое понятие, как здоровый образ жизни, существует такое понятие, как официальная медицина, и при этом считается, что здоровый образ жизни, ну и еще существует, как целительство, там, народная медицина и так далее. Вот, смотрите, здоровый образ жизни, такое считается простенькое понятие, когда человек, особо не вдаваясь в какие-то там тонкости, он просто, грубо говоря, там, привел в порядок питание, ну какое там питание, как считается там, чтобы оно было полноценное, там, сбалансированное, ну хотя бы так, как они там считают. Привели в основном умеренность, чтобы человек не переедал, то есть питание привел, двигательную активность, распорядок дня, ну и умственное, будем говорить, свое состояние умственное, то есть спокойное, радостное. Вот это как раз и будет здоровый образ жизни. Он более-менее понятен всем. Далее мы переходим к медицине. И вот, смотрите, специалистов, как таковых, по здоровому образу жизни, вроде бы они там и имеются, вроде бы там и имеются, но если мы посмотрим на официальную медицину, то вся она поделена на соответствующую специализацию. Допустим, есть зубные врачи, есть врачи ухо-горло-нос, есть врачи по сердечно-сосудистой системе, кардиологи, есть врачи по суставам, есть врачи по желудочно-кишечным заболеваниям, есть врачи по отклонениям сознания, психологи, психиатры и так далее. Но ни один из них в целом не смотрит на всю картину. Почему произошел сбой сердечно-сосудистой системы? Он просто констатирует там, да, поставят диагноз, констатирует, что вот там у вас там клапан плохо смыкается, или еще там что-то, или еще что-то такое. При этом это может быть причина из-за простуды, из-за наличия в организме паразитов, из-за того, что человек перенервничал, еще, еще, еще. То есть должны быть какие-то смежные еще дисциплины, которые бы объяснили это явление и способствовали тому, чтобы со всех сторон успешно справиться с этой проблемой. И человек стал здоров. А не просто, а, у тебя сосуды коронарные сузились, а, у тебя отложился холестерин там в сосудах, да мы проведем шунтирование, не вдаваясь ни в образ жизни, который, по-другому, разумывать, я уже говорил, питание, распорядок дня, умственные настрой, двигательную активность, это им не надо так, немножечко там что-то там скажут и так далее. То есть причины не действуют. Мы тебя расширили вот этим вот стендом, ну и все, до следующего, так сказать, сужения. А потом мы тебе профилактически опять там поставим, значит, другую. То есть этого нет. В целительстве. Ну, в целительстве там, если это целитель настоящий, то там стараются исследоваться разные там причины, более-менее как-то, знаете, вот, не просто узко, а у тебя болит голова, значит, ты там таблеточку от головы выпей. А как бы немножечко воздействия на причины и так далее. Но опять-таки, насколько этот целитель будет обладать вот этим всем кругом знаний, чтобы он мог вам, будем говорить, что-то посоветовать по изменению образа жизни, а не просто с помощью там травм, процедур, подкорректировать на какое-то время. Бросили это все, оно опять появилось. Я же со своей стороны стараюсь вам объяснить весь спектр работы над человеческим организмом для того, чтобы вернуть и поддерживать собственное здоровье на хорошем уровне. И это, вот как врач там учится 6 лет, и он выучился по специализации, грубо говоря, он знает все о том, как лечить локоть. Что касается другого в организме, он не специалист в этом деле, и я говорю, вот, обращайся туда. То есть это, если по-настоящему, это большая работа по приобретению знаний, в первую очередь, нужных знаний, а не каких-то там, знаете, которые, так сказать, интересные вроде бы, занимательных, но никакого здоровья, никакого отношения к здоровью и к человеку не имеют. Они просто вас развлекают. Приобретение знаний, нужных, и на основе этих знаний, работа над своим собственным организмом, с постоянным анализом и корректировкой. Анализ и корректировка. Вот тогда что-то будет. А так как большинство в этом деле ничего не знает, естественно, вот что-то, если там, допустим, случится с Сергеем Матвиенко, там что-нибудь такое, и он скажет, вот то-то, 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 у меня текают ноги, после там голодания, вот ему скажут, что виноват ты сам, доверился там кому-то, и не вдаваясь, почему это произошло, допустим, да вот тебе мочегонно и все, воду лишнюю сбросишь с помощью мочегонных, и ну и нормально. Кстати, мне сразу вспоминается, я уже рассказывал об этом, знакомый был, и он снимал квартиру у хозяйки. Я видел, что хозяйка была большая женщина, ну, навесила, допустим, килограмм там, наверное, 80, такая текшая была, вот. А потом через какое-то время я к ним опять там пришел, вижу, эта хозяйка вот такая вот, то есть она раза в два уменьшилась, и такая активная стала, то есть вот, а потом через некоторое время умерла. То есть ни понимания, ни причины, ни следствия, вроде тут мы тебе воду слили, и все это нормально, а все там осталось. Итак, о чем эта беседа? Подводим итог. Это беседа о том, если вы просто хотите здорового образа жизни, значит, начинайте все с малого, все с малого и вам понятного. Бегайте, зарядку делайте, там, душ приняли, умеренно покушали, там, улыбнулись, ха-ха-ха, ну, вот как вот эти все эти блогеры вам и советуют. Вот это будет то, что надо, ясно, понятно, и как-то это. Если же вы хотите досконально разобраться в своем организме, провести какие-то процессы омоложения, а тем более лечение, это требует серьезных знаний, серьезнейших. И если их нету, не надо обманываться на простоту голодания. Это очень мощное средство, которое может вас просто-напросто свернуть в бараний рог, и в дальнейшем ни один врач вас не разогнет с этого состояния, и целите, не понимая многих вещей. Будьте осторожны и не бросайтесь туда, где вы ничего не знаете, и где вам говорят, да это все там просто и так далее. Все это очень непросто. Кстати, я получил диплом академика народной медицины из Бакистана. Это единственный диплом, я так думаю, у нас в России. Редко кто в мире вообще имеет подобный диплом. Академии Авицен.